Союзный небесный, удержителю души и силы, Иже бездель и соль, и вся исполняет сокровище благих. Из жизни подателю прийти и силы, и очистины от всяких скверных, И спаси Боже души наши. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя, что мы вновь здесь собраны во имя Твоего Господа, И благослови нас на оси и занятия. Господи, открой наш ум к разумению Писаний Твоих. Помоги нам, Господи, научиться исполнять в жизни все, что Ты нам заповедал через Твое Слово. И, Господи, наполни наши светильники, наши добрыми делами, Соделанные в Духе Твоем Святом. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы проходим дальше Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20-21 стихи. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня послово их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да у них уверует мир, что Ты послал Меня толковать. Сказал, за них Я посвящаю Себя, чтобы кто-нибудь не подумал, что Он умер только за апостола. Прибавляя, не о них же только, но и о всех верующих в Меня послово их. Здесь Он опять ободрил души апостолов тем, что они будут иметь много учеников. А чтобы, слыша не о них только молю, апостолы не соблазнились, как будто Он не отдает им, предпрочем, никакого преимущества. Утешает их, объявляя, что они для многих будут виновниками веры и спасения. Ибо учеников ничто так не соблазняет, как если учители разделились и не единомысленны. Ибо кто захочет слушаться тех, которые сами не единомысленны? Посему, говорит, и они да будут едино, веря в нас, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Если же будет между ними раздор, то никто не скажет, что они ученики примирителя. А если Я не примиритель, то не признают Меня посланным от Тебя. Видишь ли, как Он до конца утверждает Своё единомыслие с Отцом? А от чего родномыслия возникают? От незнания, в первую очередь. Павел знал путь. Петр знал, неожидание, такое родномыслия большое было. Пощинить. Орежание того, что от незнания. Вот трое, самые слепые. Пошли великие, более подразновленные потолки. Тоже не на Солнце. Ну, разномыслие в чём? В главных вещах или всё-таки во второстепенных? В главных. Я противостал Павелу лично, не через письмо, лично, в присутствии его. Стал укорять его друг, его возна, уже даже возна, он был увлечён этим лицемерием. Я предлагаю такую тему, когда-то побеседовать. Это тема лицемерия. Видите, как нужно глубоко вникать в Священное Писание. Вот из Греции иконы Петра и Павла. Смотри. Вы зафиксируйте очень хорошо. Пётр направо Павла. Чёрная оборотка. Какие волосы? Простой вопрос. Какие волосы у них? Какая стрижка? Рука. Вот, смотри. Ну, полуглокс или бокс. Парикмакерская называется это. Смотрите. Кто не видел, возьмите руки, подержите. Это не то, что я бы написал. Даже простое. Нашему батюшке. Скажите, скажи, откуда у тебя косички от них взялось? А мне в интернете на каждом шагу сует. У вас в Священе с косичками. Я ему говорю, отходит. Если мужчина отращивает голос, для него бесчестье. А если женщина растет, для нее честь. И не надо тут ничего добавлять. Притом, вообще, такой вопрос-то простой. Ну, покажи, кто никогда не видал. Теперь, вот, внимательно посмотри. Василий Великий, Григорий Богослов, и он готовился. Это первый век. Петр и со Христом было. Пара похожих. Ну, кто не видел, посмотрите. Какая стрижка у них. Спустя четыре века. Четыре столет. А смотри. Ну, еще попы наши выше их ставят, что ли. А это разномыслия. Притом, говоришь, они вобижаются. У Патриарха короткая стрижка. У Алфеева, я ловил, а мы там смотрим. Короткая. Ну, посмотри внимательно. Больше не придется видеть. Это полувокс. Или вокс. Как ночью подойти неприметно от встречи, как с Самсону. И вся сила ушла. Притом, где-то когда-то подцепляет человек вот эту бациллу, и он и Христа-то рисует все время зелеными волосами. Христа. Это уже привычнее. Ну, Христа образ не остался. А это описано. Были художники, которые описывали. Борода такая-то у него, такого-то цвета. Вот Елисей, во время жатва, волосы вдруг у него сделались желтыми, потом черными, потом белыми. И по сегодняшний день никто не знает, что это означало. И диография его, «Житие так и написано». И никто не знает, для чего Бог это сделал. Ну, ясное дело, если говорить, что не можете волосы сделать белым и черным, то не сам он это делал. Но зачем? Притом, это в Библии все указано. Мы считаем, был арюм великий, монах. Там и пишут, великий. Повторяю, за 20 столетий с приставкой «великий» было только 17 человек. И он пишет, что монахи каждый год сами себе отрезали волосы ежегодно. Какое время там, кажется, великий пост. Брали ножницы и остригали. И никто против не говорит ничего. Попробуй заставить сегодня. Они сцепились на эту косичку. Я третерплю нарекания. Ну, вот вы здесь. По одному подходите к знакомому батюшкам. Начиная со своего. И скажи, откуда у тебя это? Ну, и вот показать икона. Это из Греции икона. Это местная. И по-другому ям в Таусте никто не рисует. А почему? Первоначально уже делал. Допустим, ануфли. Борода такая-то. Достигала земли. Земли. Серапион. Доляпия. То есть, это сгиба колена достигала. Если описывает, допустим, Максима Греха, борода была серповидная. Ну, все можно было. Человек это не было в паспорте фотографий. А его описывали. Бородавка там-то у него. А родимое пятно там-то. Ну, и сравнивали. И его ловили. Как Гришу отрепью. Борис Годунов пишет трагедию Пушкин. Разномыслие? Да еще какое? Какое что? Одно описание. Другое вопреки писанию. Если муж. Ты муж или нет, или баба сделался? Муж. Если муж растит плод. А какой длины? Не до плеч. А у Христа почему рисует? Я беру простой вопрос. Не почему. А у Назарея. Откуда вы взяли, что он Назарея? И он поселился в Назарея. Назарея наречется. Наречется. Он не Назарея. Назарея не имел права виноград. Вино пить. А он пил вино, Христос. Его упрекали друг, мытарь, грешникам, винопейцам. С чего дзять? Может быть, Лукан рисовал художник? Его художником называют врачом. Тоже нет. Я беру самые простые вопросы. И вот это слово-то Христовое единомысля. Он не говорил, вот когда в 20 веке появятся длинноволосые с грибами, священники. Так вы на них ориентир держите-то. Нет нигде. А говорит, как я единый с отцом. В первом веке Христос был. Вообще толковать вообще ничего не надо. Настолько простая тема. И однако по ней мы не сойдемся. Я вижу, как батюшка Горюнис и как бы недоволен, что я его спрашиваю. Я говорю, засмотрел, сколько человек меня в интернете спрашивает. Вы говорите правильно. А Лёна, в священнице, по-воззринами у вас сами, косичкой. Она кости там у него такой. И он сидит здесь и сейчас слышит, а ничего не ответит. Ну вам-то какое дело? Ну а то хулиганский ответ. А он у нас не хулиган, хороший. А что имеет в виду здесь, когда Христос говорит? Да будут едины. В чем? Мы не едины. Даже в вопросе пасть бы. Вы знаете, в первые годы было так здесь. Вот нету тут сегодня приехал Дмитрий Устинович Плотников. Еще были люди, которые ему поддерживали. Их никого нету. Что у пасы по количеству коров. У барабаша 36, значит, пусть 36 дней пасет. То есть тому все шло, чтобы жители как можно беднее. Но у меня одна. Ты же корм не даешь. Выгнал. Да одна корова тут живет травой. Тебе разницы нет никакой. Тем более там было-то даже 100 голов нет. Пьют они сами, воду не таскают. Если бы ухаживать за ними, из-под них навоз возить, ну, понятно. Больше 30 раз или 40. Даже в этом прямо настаивали, чтобы у всех было по Д-корою. Я настаивал на том, чтобы у всех было по 40, по 50, по 150. Ну, на это не хватило. Тут вручную раньше было. А как вручную? Ну, на конях, конечно. И седа закупали. Домашни-то не было. 30 коров дайных. Дайных. Работников держали. Рассказывали. Лошадей на 20. Они на все уже были. А одна лошадь. Это корова. 1,1. Корову единица. Козу держишь. Она на целых 1,1. 10 коз или 1 корова. Приравнивается. Лошадь 1,1 корова. Больше. Ну, норматива существует. И здесь. Я не согласен с тем-то. На основании Писания показать, а что доказывать. Христос не был в Назарею. Это даже доказывать не надо. Пил вино или не пил. А если в Назарею пил вино, он фальшивый. Назарея не лечется. Даже зерна у винограда, кожицу пересчисляет. Не должен он принимать. И не должен прикасаться к мертвому. А Христос прикасался. Сына Дарина Ильцкой хоронили. Подошел, установил это сквернение. Она дала обет женщине. Обет ей 5 лет. И она должна все соблюдать. И у нее умер сын. Она его в боюкала или на руках ее. Все пропало. По новой 5 лет. 5 лет не закончилось. Прямо последнее. У нее опять что-то. Что-то где-то она прикоснулась. Она снова начинает. А однажды данный обет у нее родился 15 лет. Все описано в Великой книге Священного Писания. Мы говорим ветхий за это. Слово ветхий означает немолодой. Ветхий не такое, что... Ветхий никуда не угодно. Там треке такое. Носок сгорело, выброси. Ветхий днями. Видел я ветхого днями. Это Господь. Даниил 12 глав. Прямо говорит. Видел. Значит, старюсь. С бородой. Если имеется в виду только духовное, то духовное по каким вопросам? А где-то свобода. Павел говорит, надлежит быть разномыслием, чтобы вы были явленные, искусственные. Он не наставит, а не есть. Но они нас не разделяют, а будут едины. Видите? А вы прочитали? Помолчите. Я эти вопросы не поднимаю, а расширяю дальше. Помните, я здесь раздавал маленькие брошюрки, что по ним дали, а сейчас вот вам здесь позанимаемся, и каждый дал шесть. Кто? Я вижу, вот вам уже готовы все у него дать. И мы должны найти единство, а хорошее или плохие есть. Считай дальше, посмотрим, что у нас получится. Понятно. Вот вопрос сразу созрел. Вот Блаженный Августин что плохо сказал? То, что в главном единстве? Очень хорошо. Но это не он, это Артуреан сказал. За 300 лет до него. До нас дошло, что это как бы он сказал. Просто о чем опять же есть? Теперь вопрос вам. Вот апостолы, у них были разногласия. От чего разногласия? Это чисто человеческое понимание? У них было разногласия, что Бог в двух лицах или в трех? Или нет? Или в главном у них было единство? Главное. А чисто в человеческом понимании у них было разногласия? А нельзя не кончилось. Это главное. Я в вас стал. Они говорили не обрезанное, не имеют права быть в церкви. Это один из самых главнейших вопросов. Я противостал. Понимаете, вот нравится. А она комсомолка, а он верующий. И когда были пленения, переженились все. И в этом была на счастьющих руках. И поэтому дети говорят половину по-немецки, половину по-русски, половину по-русски, половину по-русски, и половину по-русски. И он что? Решил сделать развод. Ну что-то можно. Так переселись, пищем. Но жена, дети. Я привык к ней. Она меня любит. Вопрос снятый. Некоторые не соглашались. Я рвал им волосы. Мы сегодня как на это посмотрели? Это элитарный урок. Но мы знаем, кто это делал. Два. Ядры не емят. И они произвели всеобщий развод. Караваны потянулись домой. Я представляю картину, а то как тесть провожал по-хорошему, любят друг друга, вычатывают здесь. И вдруг развод. А почему? Не знаю. Какой-то начальник сказал всех развести. Там еще не было у нас жили в нашей стране. А тут... То есть они меняют тактику. Не мы. И развел. Святое семя стверлилось. По-нашему, ну что? А что там у них было? Они приносили по-прежнему жертвы своих богам. Ну и что? Павел доводит до высочайшего огорчения. Они, принося жертвы или приносят бесам. Ох. Да там про бесов не сказано. Бесам. Вот теперь глаза открылись. Речь идет Богу или бесам служить. Так почему же вопрос не поднимался? Это другой вопрос. Дело в том, что он поднятый. И надо навести до точки. Они их попрятали под себя. Вывести за стадо. Чтобы ни одной не было. И они пошли. Вот. Любящий был отец. Не хотелось расставаться. Плакали. Жилые. Ну такие же люди. Чувство семейственности. Дружат. Дружественность. От религии не зависит. Ты немец. Плащ, ты монгол. Узкоглазый. Развод. Речь не о пище идет. Ломалась сама жизнь. Мы жили. Жили уже 20 лет. Дети выросли. Они любимые мои. Они на меня похожи. Развод. Это нам говорит Игорь, Иеми и Ездор. Они не ожидали этого. И они переломили обстановку. Сломали ту конструкцию, которую строили сотни лет. И благодаря этому стали исполняться все заповеди Господни. Семя святое осквернилось. А кто еще боролся? Генри Гимляр. За немецкую расу. Тоже они столкнулись с чем? Что немец бывает. Немец, немец, а у него в дедах или прадед был еврей. И он начинает преследовать. Уничижать. Детей его там с института выгоняют. Генри, поповских. Как при советской власти. Поповский сын. Долой. А он уже давно в комсомоле. Долой. И вдруг вопрос встал. Кого выгонять? Он в армии слушает. Генерал. А кровь у него наполовину еврейская. А дальше начинает говорить. А он где участвовал? В Первомировой. За родную Германию кровь проливал. А меня выбрасывают. И при том, кого выбрасывают. Друг Гитлеру. Но Гитлер-то главный. Гитлер тогда пишет. Генри, сделай исключение. В его руках была вся чистота нации. Чистая немецкая раса. Арийская. Вы помните, если видели 17-й Безновения Весны? Вячеслав Кипенов играет. Характеристки это чистый орех. Непримирим к врагам Райха. И дальше это. Нардический турбит у него. Вот так за другую нацию. Белая раса. А какая это? Чего она? Расисты называются. И вдруг нашелся один человек. И говорит. Да нормальная раса это когда люди чертые. Они работают. Не гританские расисти. А белые это мертвецы. И объявили войну в Америке с собой. И встал черная расизнь. Настоящие крепкие мужчины они черные. А дальше если умирает он. Лицо делается серым. А у белого тоже серым. А тут они сравнялись. Когда считаешь. Любая идея. Даже они как стали подбирать. Нардические это. Скандинавия. Девушка должна быть не меньше как метр семьдесят пять. Ее с детства нужно под это делать. Это дальше оплодотворяется только гвардейскими офицерами. Которые СС. Которые чисто арейцы. И уже к моменту когда наступило время рассчитывать. Пятьдесят тысяч было рожденных оттуда. Особый род гимнастики. Особая нация растет. Какие они все умные были. А теперь все переменилось. Им жало не другое было. Теперь не другое. А теперь когда все переменилось. Власть их уже там прижали. И все полетело. Сибиряки которые родились. А от них уже рождаться начали. Их вначале преследовать. Но это все придумки. А про евреев то прямо написано. Очистили нацию. А нам это надо. Смотря понимать как. Если понимать все творим новое. То означает. Церковь должна очистить от скверны. Оглашенные застану. Изведите. У нас трижды священник говорит. В храмах многих не стали говорить. Потому что невыполнимо. А кто священник говорит. Кто я должен сам первым выйти. Ну выйди. Выйди. Сложи себя в метру. И выйди туда с народом и плащ. Ты кто? Ярмонах. Откуда у тебя ребятишки? Ярмонах. Можешь же. А кто вас бы все за это делал? А если за это дело браться. То патриарх все дойдет. Огромное копище. Не на счет его труда. А чистоты. И некому взяться. Нету людей таких. А если сказал. Зажмут. Задавят. Андрей. Аккуратно. Сказал что вы. Голубой лоббит. В целом пришлое. Так его сразу отсюда. Профессор Академии Духовной. Выбросили. Дальше их не касается. Тут они могут. Но МГУ он профессор. Московское государственное университет имела Моносова. Главный университет страны. Они теперь добиваются оттуда. Чтобы его оттуда выбросили. Они его преследуют. Они его преследуют. И остановить эту вакханарию никому не дано. Я выступил. Сказал свое слово. Я говорю. Андрей. Приезжай сюда. Сухари у меня хватает. И на второй этаж показал. И нары готовы. Ой. Не нары. Виноват был. В палате. Ну ладно. Приезжай. А там в интернете. Отец Андрей. Вам еще не сделайте. Если уж Игнатий за вас молится. И все пропали. А вы его взяли бы с собой? Нельзя. В полтора центра. Это слишком накладно. Я выше на 50 килограммов книг больше возьму с собой. Это засмеялись. Ну вот понимаешь. Когда мы видим. Да что главное? В главном единство. Но они пришли к единству. О чем речь не идет. Они пришли к единству. А может быть договорились. Как Златоуз говорит. Это вопрос. Да, это значит чтение. Да, разное. Но однако. Ну вот сейчас ты поехал куда-то. Вот я просился. Путин написал письмо. Чтобы мне дали разрешение. Выехать в ИГИЛ. Где сирийцы. Бомбят там ИГИЛовцев. И помогли по дипломатическим каналам мне пройти границу Турции с той стороны. С этой я прошел. Я всю Турцию проехал. Но с той стороны выйти на ИГИЛ. А вы пиаритесь только. Я просился со всеми. А вы знаете там проповедовать нельзя. А я бы не проповедовал. С разрешением высокого начальства. Я бы выпросил место где бомбят. В том месте жить с ними. Только молиться. А когда скажут сказать. Можно было бы сказать. Я получил благодарность. Из Кремля. Мы, так сказать, ищем это. И прочее. Благодарим за понимание. Роли. А что у меня свой план был. И уже пара с ними переписывались. И оттуда сводка пошла. Готовы были даже, может быть, и принять. Но остановилось все. Не дали. От меня не зависело. А пошли мы там умереть. А осуждаем за это. Вы сами нас на смерть напрашиваете все время. Не знаю. Вот все, когда это ты увидишь, он заметит. Христос говорит. И возьмут, и распнут. Господи, да не бойтесь тобой этого. Вот эта жалость человеческая, она понятна. Кто начальник Христоса. Они еще не верят, что это второй лицо троится и все. Но мессия, они его признали. И Христос, друг, говорит. Отойди от меня, сатана. Ну за что-то. Где-то. Но говорилось слова, которые любой скажет любимому человеку. И Христос только что сказал. На всем камне. Ты, Петр, камень. На тебя остановит. На всем камне церковь созрит. И друг говорит. Отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческая, а не о том, что Божья. Вот определитель главный. Что Божья. А Божья нужно знать. Вот у нас суббота новозаветного воскресенья сохраняется. Никто не работает. Никогда. Нигде. Не делайте вчерашнюю работу. Чтобы быть благословенным. Все творят все новое. Суббота новая, это воскресенье. А почему? Тут Христос закончил воскресенье. В субботу. В пятницу распятый сошел к преисподнюю. В субботу он проповедует. И воскресенье полная свобода. Женщина рождает ребенка. Терпит скорбь. Но когда родит, не помнит себя от радости. Христос когда коснулся? Когда ученики возрадовались. И увидели и возрадовались. Это рождение нового в душе. А мы со всем тем думали, что это тот, кто освободит страну. Что национализм. Они думали. Не все религины, Господь, в национальном религии. Сарст презраивали. Мы говорим не о том говорим сейчас. Сарство Божие внутри вас. А где оно там? Ну на идее. Если нет ничего, начните сначала. Как Игнатий Причейнов говорил. Я только начал читать. Я Библию от корки до корки прочитал уже несколько раз. В любом месте открывай. А так открой от пальца. Игнатий, а ты все объясни. И ни одно место объяснить не может. Ну что читал, ты конечно здорово. Но надо и понимание, да будет просить у Бога. Чтобы Агазда говорила. Слово Божие живо. То есть оно не умерло. В первом столетии. Наша эра. Нет. Оно живо и действенно. До разделения души и духа. Составов и мозгов. Составов и мозгов. И судит помышление и намерение сердечное. Я еще не сказал. А уже у меня Слово Божие начинает резать. Сказать и сказать. Вот один вопрос. Слово Божие подсказывает. Но ты будешь гоним. Это все истолкует по-другому. Что ты неуживчивый. И все это резешь не в свои дела. Вот тогда ты поймешь. Считаешь ты Слово Божие. Или для виду вы говорите. Так оно есть. Ты все время будешь размышлять об этом. А как здесь бы я поступил. А вот в это обстановка. О моем заветном понимании. У тебя такой вихрь будет в голове. Все институты по меркам сиректовой. Не прерывно размышляйте. Вот сейчас начало счет. Я доказываю. Вот прием. Пусть они покажут мне. Скажут. А вот у Христа длины. Я это доказываю. Что это неправильно. Это художник рисует. Понимать надо. Голосы Божие беды только в Назареи. Считай дальше. Сейчас пока говорили. У меня три вопроса возникло. Давай. Я хочу услышать ваше мнение. Петр ходил с Господом. Куда ближе уже. Сидели вместе. Вопрос. Почему тогда были такие разногласия. Куда еще лучше с Богом. Мы просто молимся Бога не видим. А этот прям сидел рядом. Вот сидит Христос. На берегу костра. Варится ребешка. Петр любишь ли меня? Почему никого Христос не спрашивает? Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя. Втори сейчас спрашивают. И третий раз, когда спросил. То есть Петр начал догадываться. Что-то не то. Петр два раза сказал, что люблю. Паси овец моих, как награда. Паси овец, ягнят паси. Опять овец. Петр отвечает. Господи, ты знаешь, я люблю тебя. В чем дело? Почему трижды? Ты спрашиваешь. Ты никого больше не спрашиваешь. Три-три-три-к-семь. Просто никто не знал. Дай смотреть в теме. А я, пожалуйста, зажать. В другом месте, когда Христос явился женщинам, и Он сказал, передайте Петру отдельно. Мне по толкованию читали, что Петр-то предатель. То есть отрекся. И Господь поддерживает его, чтобы он вообще не отошел. Именно Петру. Это вопрос другой. Почему так спрашивают? Может быть и здесь, именно в этом плане, что... Тем более, Он говорит, что ты камень, там на тебе церковь будет основана. Нет, это не об этом тут вопрос. Это глуп же все. Сказал, не отчаялся. А здесь у меня в каком отчаянии нету такого конкретного. Оказывается, игра слов. В греческом языке, плохо, что тут грехов-то нету, слово любовь выражается тремя словами. Ну, я могу сказать, я люблю жареную картошку. Ну, люблю. Я могу сказать, а мне нравится жареная картошка. Тоже можно сказать так. Я могу сказать так. Я люблю жену. Я сказал, ну, нам не интересно, понравилось. А вы их, там, Фелик, Агаги, когда человек отдаёт жизнь. Готов ли ты за меня умереть? Вон, насчёт спрашивает, Христос, тот говорит. А Он ему говорит, ты мне нравишься. Да я же не об этом тебя спрашиваю, Петя. Что ты мне доказываешь? Я тебя знаю. Вот это всё открывает дверь к смирению. Все трёхотства, но не я. Ты за кого меня считаешь? Только не я. Не я и первое, так всё. И куда всё мужество делать? Куда эта вещь, которую малых мухов убил? Ничего нет. И вот это знание позволяет размышлять. Я когда-то, я скажу, там ещё не созрело. И поэтому раз, а проверк, опять ищет. И должен стоять абсолютно твёрдо. Я рассказываю о том, как этот развод был. Это трагедия страны. И больше мировой практики так не было. Я говорю, он заступился. Ты его, Геннер, оставь ты генерала. Пускай там будет. Ну хотя у него есть кровь. Но он же смотри. Он герой в первую гражданину мировую был. Он Германию защищал. Дольче, дольче прибирались. Превыше всего Германии. Он герой. Героя присвоили. Как можно его оттолкнуть? Ну, Геннер, это мой друг. Мы с детства с ним знакомы. Ну, открылась теперь пара дословных, что там была еврейская кровь. Геннер сказал, оставляю. Но в СС никогда не будет. Там еще статарации стопроцентные. Все-таки. А я не настаиваю об этом. Я настаиваю о том, чтобы пенсия ему была, и мог он прийти генералов наших. Пускай сидит. Но в списках о СС никогда он не будет. Вот как стояли. Евреи точно так же. И теперь равнословно идем по мужской линии. Исаак родил Яхов. Яхов 12. Иуда родил дальше. Родил Иуду. Это узнали. И это должно соблюдаться сегодня. А сегодня у евреев по женской линии идут. От евреев защиты, а они никто. А женщина еврейка. А защита от русского. Он еврей. Видишь-ка. То есть. Объяснение им есть какое. Но вопреки Писанию. По женской линии родословной не ведется. Не ведется и все. И накормил Господь, говорит, 7 тысяч. Не считай женщин и детей. А учитывая, что было многоженства. И ни абортов, ни предохранителей не было. Ребятий шагов. Всегда было много. Не считай. Так они больше сели, чем мужики все тысячи. Не считай. Не считай на бумаге. Но на деле-то это все стоило. Накормить надо было. Надо соглашаться. Быстро, безоговорочно. Да так. И останавливаться на 7 тысячах. А сколько всего ело? Ни один не знает. Простое дело. Священник пасхальную ночь начинает петь Христос воскрес. Христос воскрес. Восколько воскрес? Ну воскресенье. Заметьте. Я спрашиваю, во сколько? Он говорит, воскресенье. Я говорю, во сколько? Ну где-то в самом начале. Я спрашиваю, во сколько? Он не может ответить. А они могли. Нет. Никто не знает, во сколько явился Христос воскресенье. Когда было еще темно. Но темно это мог быть и четвертый час, и третий. А важно. Интересно, но незнакомо. По сегодняшний день никто не знает. Не знают? Вот мы знаем даты какие-то. Ну и узнал, мы их живем. Придет время, эти даты мы по пальцам будем считать. И воскарится на три с половиной года. И такая тягость будет на земле. Люди. И Прим Сирин говорит, вечер наступит, когда же утром будет. Такие страшилища везде. Ну об этом при мудрости Соломон он пишет. Ветер свищет, окажется, змея себе главы. Где-то что-то стукло, камнепад начался. А не... Мерещится все такое. И ничего нельзя сделать. День настал, а днем ужас. Жара, голод, падает. Господи. Да когда же вечер-то придет? И все понимают, сколько прошло? Да уже три недели. Ой, а три с половиной года. И ради избранных битя сократятся. Каждый день будут считать. Кто-то будет отмечать. Ну где-то вот три и пять месяцев. Ну где-то рядом, рядом уже совсем мы. И Господь явится. Но никто не знает, ни дня, ни часа. Но три с половиной года определено. Три с половиной года он будет приводить к единству. И другие три с половиной года, когда уже один диктатор над всей землей. И будет предложено столько людям попутно сказать. И нужно достичь единомыслия. И попы будут за это. И 199 будут за Тихреста. Вот как говорят. И храмы будут золотить. Купола внутри. Как Патриарх сказал, ежедневно у нас ходят уже в работу. Каждый день три новых храма. Каждый день у православных. А в храмы ходить нельзя, будут оптинские старства. И все спрашивают, когда нельзя ходить. Сегодня, завтра. Никто не знает. Но символ веры считается. Искажается таинство. И все это. Но пока, пока держится. Эти вопросы серьезнейшие. Каждой души касаются. Ну а вы как считаете? Я знаю, что вот эти паспорта, сейчас ИНН. Они на спасение не влияют. Никак. Но! Это все ступени поцарения Тихриста. А если можешь упрись. Но не считай, что она не приняла, и поэтому она погибла. Об этом даже говорить не надо. Такое мнение с церковным вращаться православия принято. Ян христианки, другие так понимали. Вот ты принял, а я не принял. Ну и ладно. Мы одинаково в магазин ходим. А там не продать, не купить. Еще раз, значит, нет этого. Ты имеешь ИНН, имеешь там электронный паспорт, не имеешь. Но в магазине в любом подходе деньги, давай денег не будет. А вот руку показал, она сразу считала. В течение одной секунды или даже меньше уже укажет. Кто ты такой, откуда, ищет тебя полиция, не ищет. А ищет сразу дверь, автоматически нажали кнопку, закрылась. Полиция в дверях. Так, голубчик, а мы тебе равно ищем. Вот есть такой фильм, 6, 6 канала Тихо-то царился, и как вылавливали остатки. Но все это предположение, так скажем. Мы коснулись, это молитва Христа, первосвященническая молитва Иисус. Считай дальше. 20-23 святой. «И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. И да познает мир, что ты послал меня. Толкование». Какую славу дал он? Славу чудес, догматов, учения и еще славу единомыслия. Да будут едины. Ибо эта слава больше, чем слава чудес. Как мы изумляемся пред Богом, потому что в Его естестве нет ни восстания, ни борьбы, и это величайшая слава. Так говорит, и они да будут славны тем же, то есть единомыслием. «Я в них, и ты во мне. Да познает мир, что ты послал меня». Часто говорит об этом, дабы показать, что мир может привлекать больше, чем чудо. Ибо как вражда разрушает, так согласие скрепляет. Почему православные пожирают друг друга? Большая статья Степаненко Максимов. А ты спрашиваешь, а как у страны вязь в духах? Ведь за указки. Как Абаху говорит, за один аз, за другу готов умереть. Указания дают такие-то, такие-то, сделать то-то, то-то, смолу дегать, вылить на могилу Алексея Михайловича. А сам грузный страдает. Значит, единству удивляться не приходится. Где-то маленько не так, мотив не тот. Андрей Федотович Долгов, Голов, отец в Москве, зашел на клирос, знакомый, его провели. И где-то он, ну, отрадно не заросла, он туда вышел. А бывает так, что мне было? Не бывает. Свыше пятидесяти, у меня устаревшая дама, теперь, может быть, уже не, ну, старобрядцы, какие? Беспаковцы. Больше пятидесяти разных названий. Но это 50 лет назад у меня данные были, я больше не нахожу, не видел. Теперь, может быть, больше шеста. Маленько, маленько, где-то не так, чуть-чуть уже, никаких образом. Часовенные, там, поморские, поющие, запоющие, нетовцы. Он заходит в крест, сразу в угол. А у вас там изображен только в святой виде голубя, изображен. Ну, молиться нельзя. Нельзя. А другой зашел, нету, другой крест поставил, а он другой, оказывается. Я думал, то же самое. Так у тебя нету, ну, как же так нету, молиться нельзя. На кресте изображение. И уже никогда вместе не будут. Никогда. Почему? От родителей. Главное, чтобы иконы не висели, а стояли на подоконнике. Из троя домов, первым делом подоконник, скорее, оборудовали. И вот для него это главное. Мы читали, писали. Вы пришли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, да он еще и грушков принес. То есть восемь толкований. Ну, как дела, это восемь. Мы одного не имеем. Это сегодня так вот. Сейчас вот было крещение, и от меня они выходят. Каждый трехтомный крестер. Поехала и в Ливан, в Германию, которая Германию посадила. В Австрию, это другое государство. И уже все получили, все благодарят. И все понимают, какое это сокровище. А тогда ничего не было. И мы должны, не то, что там исхождение идет, а какое-то маленькое понимание, что для него то главное. Я говорю, вот догоняем ли мы благовестным шаршином, впереди женщина на улице. Я говорю, остановись. И кажется, Глушков за рулем сидел. Остановили. Я к ней подошел. Я говорю, мы у вас будем. То Евангелие даем. Я кержачка. Мне это не надо. Я не понял. Я снова опять, вот ее догоняем. Она идет, марширует. Видно, здоровая, крепкая женщина. Она, я сказала, я кержачка. Все. Со своим Евангелем ты держать куда едешь. И она это сказала, не из-за того, что хочет погибель, а она спасение ищет. Мама угорала, сказала, Бог один, а на земле 77 лет. А ты, дочка, держи, как раньше было. Вот мы такие местные, которые здесь родились. Итак, единение. Три беда. Самим собой мир установить на нас. Чтобы я это понимал, совесть меня не судила. Второе, с ближними. Ну, у нас основное, мы верим все во Христа, во Святую Троицу. У нас молятся здесь. Мы с детства приучены, молимся два перста. Другие, три, мы это никак не смотрим. Вот и Болодин. Три перста. Нас не разделяет. Не то, что я там уничижаю его. Нет. Ну, не все так смотрят. Ты знаешь, какие у меня установились отношения хорошие с митрополитом Корнилем Старо-Абряческим? Он от меня получил книги. И говорит, по тех книгах я нашел так много нового, интересного и полезного. Но это еще простое. Я-то напишу буквально к Володе и говорю, а если я напишу, чтобы разрешили ходить официально? Никуда не переходить, ничего. Я возгласно напиши. Как раз бы. Все, и Боши мы переписывали, все перестали. И нового полезного и интересного полку. В общем, они вас сразу сбросят. Главное, иудеи с самолянами не общаются. Вот он, откуда все это идет. И откуда она знает? Не написано, что с самолянами с иудеями не общаются. А иудеи, старые веры, которые держат, они с ними не сообщаются. И они все включили. А дали-то им какую территорию? И теперь, когда на поклонение три раза в год евреи идти, а идти-то через эту урывку, так они большим кругом обходили вокруг, чтобы не заходить. И однажды их не приняли. Ну, не приняли начать, можно палатку раскрыть, если она была. Господи, позволь, как Илья, мы их сожжем. Вот знаете, какая решимость. Ну, не приняли, все. Они же не сказали, пошли отсюда, мы вас домой, как в баденикале. Накормили, а потом догнали, убили. А черепами торгуют. Этого же не было. Господь только сказал, не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел спасать, а не губить. И они этого не понимали. Как так? Ну, не приняли надо, какое они имели право. Но если у тебя только один вариант, тогда не спрашивай. Подходи, дверь с петель снимай и уходи из нее. Твой дом. А тут просился. А те лицемеры. А раз просишь, два варианта. Да или нет. И ты одинаково должен принять. Ну, это мы можем понять. Вот у нас дедушка на Харкутке жил. А мы отсюда приезжаем, когда у него отдельная чашка, как сейчас помню, с синими какими-то разводами. Чистенько все. Но так как мы где-то были, могли в школе напиться, мы обмерщенные. И над нами должна быть особая молитва прочитанная. Я не имел права есть. И мы соглашались в прошлом, в другой чашке. Там дед какую-то молитву разрешительную считает. Тогда мы все вместе. И они правы в своем веровании. Но по Писанию там еще нет. И кружки, ложки, скамьи. Они скамьи отбывали, посидел. Это мы. Я два раза почти. Мы два раза и по 70 неделю. Это прям картина-то живая. Два раза почти в неделю. Даю беседину. Но ясное дело, что одна встреча идет. Православие это парисея. Со сектанты, все-таки. И не надо обижать. Это очень здорово, что я от парисея соблюдаю все. Павел говорит, я от парисея, от парисея. Я строго соблюдаю. По правде законной, по закону непорощной. Мы-то сказать так не можем. Мы бродили. И замолос вытаскивал нас Господь. 24 стих. И возлюбил их, как возлюбил меня, отче, которых ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Толкование. Не сказал, да получат славу мою, но да видят. Ибо для человека величайшее наслаждение созерцать Сына Божия. И в этом слава для всех достойных. Как и Павел говорит, мы же открытым лицом, взирая на славу Господню. 2 Коринфянам 3.18. Показывает же этим, что тогда будут созерцать его не так, как ныне. Они видят его не в уничиженном виде, но в славе, которую он имел прежде создания мира. Как бывает, Олимпийские игры, люди участвуют и вдруг оглянут по-русски. Включают я какое наследие. Я русский, это наше. Вот христиане на следе Божьем не такое. Ну, в общем-то, чтобы понятно было, я говорю. А я тоже христианин. Да, новые именно зовут христианин. Это наш Иисус, Которому верили. Которого поросили. Которого и уничижали. И распяли. Надо уметь защищать себя. Единство христиан, оно поражало воображение людей. Как они трудились. Призвали Макарий Египетский. Молодой парень. Призвали Вайна Орла. И он идет. Где-то остановились. Ну, а какое освобождение-то? Кухня отстала. Есть нечего. И вдруг столько людей пришло. И пирогов там есть. И пампушек. И там лену принесли. А вот так. Что за люди? У них кто-то роднян. Говорит, нет, это христианин. И как они у всех так любят. Да, они хотят еще дойти. И они верят, что, наверное, Бог что-то им даст. А он никогда не слышал. Это ему так показалось удивительным. Но я не знаю, но как они любят. Вот как. Чтобы увидеть для людей. И в каждом вопросе должно быть руководство. Я не знаю, как будет. Сейчас люди думают, он побежал зачем-то. А он побежал, ставить себя на колени. Господи, вот люди, я ничего не знаю. И открой меня. И Господь открывает меня. И он знает, на левое или на правое. Или на колите отправить. Видишь как. Мы дома, как будто бы я сейчас нажал только кнопку. Вот и на экране пополосок нет. Это люди хорошие, примите их. Это Бог открывает. Как прям так открывает. Но не так, как я говорю. Но сердце подсказывает. И вы никогда так не ошибались. Я ошибался. Господь я. Вот эта живая связь должна быть прибита детям. Вот сегодня объявление дал Игорь. Представитель Совета Борького. Берегите детей. Я очень прошу. Ходишь купаться с ними. Всех в воду еду сразу не отпускай. По одному. Сама ты хорошо плаваешь. Так. Вот так. Все вместе. И учи плавать. Учи. За сами, чтобы никогда. Вот у нас в лагере отпускаем, чтобы был 16-летний. Умеющий хорошо плавать. Или они бегали к кустину. Лиза. Лиза пошла. Некому. Мы ни разу не... А иногда меня брали. Я тогда отхожу. Рядом, где наши огородчики. В лагерь идти и крапива. Ну я лягу. Черт. Я закрещу. Закрещите. Я иду. А они тогда покупали. Для меня забыли. Я встал. И кого я делаю. А они крапиви везут. Придорожной пыли валяются. Но мы собравили детей всех. 45 лет. И купались. И плавали. И ножа яблые. И люди. Как угодно могут говорить. Ни одного отравленного. Ни одного утонувшего. Если бьют тревогу. Это означает много. В одной Москве. Или где-то там было до 300 человек утонували. А это? Не в лагерях. Сами. Вот у меня старый брядцов знаком был. Анатолий Васильевич Ударцев. У них один сын был только. Я сейчас не знаю. В городе она есть. Нет живая. Любовь Ударцева. И вечером ему говорят. С работы ему говорят. Петька. Или кто утонул. Как утонул? Совсем утонул? Совсем утонул. Ну твоего дяди Мишу. Когда залезли. Александр Владимирович возвращается. Ему говорят. Миша сильно в морке лежит. Как? Совсем залезли? Совсем. Миша, Миша. Я же говорил. Поехали целый. Ты бы сейчас с тобой шел. Я еще был. А тут зашел. Кровей. В грязи. Весь лежит. Не чужое свое. Отцовские слова. От горести. Пошли. 25-26. Отче праведный. И мир тебя не познал. А я познал тебя. И синий познание, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. И я в них. Толкование. Отче праведный. Я желал бы, чтобы все люди получили такие блага, каких я просил верным. Но они не познали тебя и потому не получат той славы и тех наград. А я познал тебя. Намекает здесь и на иудеев, которые говорили, что знают Бога и показывает, что они не знают Отца. Ибо миром во многих местах называют иудеев. Хотя иудеи говорят, что ты не послал меня, но я всем ученикам моим, и открыл имя твое и открою. Как же открою? Не спасла им духа, который наставит их на всякую истину. И когда они узнают, кто ты, тогда любовь, которую ты возлюбил меня, будет в них, и я в них. Ибо они узнают, что я не отчужден от тебя, но весьма любим, что я истинный сын твой и соединен с тобою. Узнавши же это, они соблюдут веру в меня и любовь. И, наконец, я пребуду в них за то, что они таковы, что тебя познали и меня чтут как Бога. И они веру в меня сохранят непоколебимую. Что-то я видел, я хотел сказать дальше. Да, уже. А вот я руку поднимал. Я говорю, вот можно ли на них как-то обижаться, или что вот, Господи, помоги, мы сожгем, или там, как когда шли, говорят, а ну и думали, вот царство устанавливали. То есть, о чем он говорит? А человечество или о божестве? Вопрос. Христос, Бог и человек. О чем он говорит? Главный вопрос не ставлен. Вот и мусульмане говорят, Иисус, это Бог. Христиане говорят, да, Бог. Второй вопрос. А Бог все знает? Конечно, все. Так, теперь, читай, Маркова, а вокруг толпа гробов мусульман. И теперь, когда будет последний день? И Сын не знает. Да, Иисус знает или не знает? Кого сам не стоит? Вот ха-ха-ха, другая, и ты веришь, по-моему, не знает. Маркова не знают. Мы должны показать, что вы, и вы не знаете, он Бог и человек. По божеству он знает. А по человечеству, как в одном, и знает, и не знает. Не надо это создать. Бого человечество не рассматривает. Мы не монофизиты, есть монофизиты. А одна воля, одно естество. Мы верим в две воли и в два естества. Вот это наша вера православная. Поэтому никуда без святых отцов, без канона, ни шага. Здесь он говорит о божестве, получается. Просто я говорю, что ученики, вот, но они были так научены, они это ждали. То есть, собственно, поэтому он так снисходительно к ним, не знаете, какого вы духа. А как можем на них, ну, что-то, вот там, какие-то неправильные? Ну, если они четко их учили так, что саморядами не общаться и все, это мы сейчас знаем, вот, Ездра развел, да, там, народ. А интересно, если бы это было в Новом Завете, Христос как бы поступил? Так же бы развел или нет? Или, типа, вообще надо рассмотреть такую ситуацию? Вопросы? Отмечай. Ну, давай, по седьмой главе первого корректора. Любимая глава. Ну, вот, да, вопрос, он открытый. Христос бы развел или не развел сегодня. Вот, допустим, я знаю, что за второй фракт существует ипотемья. Ну, ипотемья. Грех пролебодеяния. Ну, если при живой жене женился. Ну, ипотемья кончилась. Надо жену бросать или не надо? Пролебодеяние совершено? Совершено. Жена живая? Живая она не вела, не вела. Что, ипотемья отстояла, и можно дальше продолжать со второй женой жить? Кто ответит? Кто не ответит? А так можно, ну, как бы, пролебодеяние, пролебодеяние. А я, ипотемья отстаю, и дальше буду продолжать в грехе жить. Я же, ипотемья отстаял. Мукавский. Когда входили в обитованные земли, им было сказано, не отдавайте дочерей до них, и перечисляется за филистимлян. И сыновья их, да не берутся с филистимлянтами и у сей, и у сей, и у сей, это все перечисляется. Закон нарушен был. И не еми, и езжу. Они вернули его туда. Отступите. Вернитесь напряжь, иначе от нас ничего уже не осталось. И опять возродилось. Ни в одном мире нигде этого не было. Вот у нас как? Хорошо, кто-то у нас приедет, но хорошо, а кто-то приедет. Ну, с Украины, украинцы там какие-то, как говорят, хохлы. Ну, а у евреев это не так. Они все силы, чтобы от себя толкнуть никого, в свои среду не пускают. Нас чем больше, тем лучше. У евреев нет этого розыга. И они свои еще на несколько раз проверяли. Родословная такая. Вот этого священника, этого Глеба Грозовского, что, дескать, он облинеет педаглинеет, а вот там футбольный, винит какое-то детское, не сделает. И что-то коснулось денег на наркоманию, в этом Барьковской. И он на этом деле застрял. Ему сказали, уйди в дорогу, кок. А он не такой обидал, и не зряется, молодой. И дальше начались обвинения. Обвинения, в какой день он был, у девочки такой-то приставал. Теперь свидетели показывают, что в это время его в Греции не было, косо там какое-то, острое. Его не было там. Он в это время находился в другом месте. А он в это время на раз шарф взял, и он салил. Русские говорят, прокуратура, выдайте нам. Ну мы так берем, салим, посмотрим. И вот она открывает. Мой дед еврей был. Так проверяет. Я не знаю, подтвердилось или нет. Он думает, последний козырь. И не помогло. Еще, еще месяц. И, наконец, выдают, и по этапу наручники везут сюда. А здесь он не признает. Матерь, наверное, даже не допустили. В суд. С 14 лет на метели. С 14 лет до убийства 5 только лет. А там ничего не доказано. И мы за него молимся каждый день. Его как-то спросили. Отец Глеб, а вот если Игнатий Тихонович Лаппин как-то, вот эти вот книги и то другое. Он не считал. Ну и сказал, вот что, у них не хватает, вопросы задаются. Ну я же вот, поселили рынки, и в годы, просто уберите и считайте. Ну что вы где-то ходите-то? Он мне ответил, не да, не нет. Другой там. Как-то он не ответил. А я знаю. У меня дня не было, чтобы я за него не молился. Я знаю. Когда мы в этой статье там бываем, там его самого насиловать теперь будет. Там еще нельзя сделать. Я не считал сам, снят с него или нет. Это вопрос такой. Я каждый день молюсь. Господи, не дай Глебу погибнуть. А вы как думаете, был или не был? Не знаю. Мне не открыто. Я молюсь, и у меня как-то предложено. И тебе это не надо делать. Тебе не надо знать. То есть, а зачем это знать? Я буду утверждать, виной или не виной. То я не знаю. Я ни на какой стороне. Но я знаю, и он страдает. И поэтому не дай ему погибнуть. Вот ответ. Чтобы не отчаялся. Поэтому, мальчики, девочки, имя и значения. Быть очень внимательным. Встречается мать, это ребенок, такой грамотный ребенок, лет пять стоит. И стоит. И Путин сел, встал как на коленке, прыгнулся так, на корточки так. И ребенок вот так за рубашку лернул, и в пупок-то его поцеловал. Ну и что? Педофил. С ума сошли. Мать стоит рядом, вот то-другое, за то, что поцеловал. А ты говоришь, что живой человек. Вот патриарх каждый вечер гуляет с собакой. Какая-то собака у него и пробежку делает, там метров 300. Какой же это патриарх? А я у него живой патриарх. Мне, наоборот, это приятно. Там написали, показали. Другое я не одобряю, мне не нравится. А вот это, с собакой гулять, пробежал. И что человеческое, я говорю, ничего не. Чушь, придираться-то зря. И к отцу Глебу, тогда к Андрею, к Чаплину, вот это придирки были. Я свое слово говорил. Вот сейчас в Екатеринбурге было, храм хотели построить. И там уже все, церковь уже бетонная стала, быта. Все поставили. А народ по словам, которые предварительно, это, арабица была. И когда Путину это доложили, он говорит, и что? Ну, что там, Майдан настоящий? А Баранин? Да вот что? Он говорит, как будто не знает. Я почему-то думаю, что знал. У него очень хорошие советники. Он говорит, ну, решить ставить. Так люди не против храма, Владимир Владимирович. В другом месте, это парк. По парку отхвозили. Мы всегда ходили, отдыхали. Я был в аренде, здесь и друг храм. Храма вот... У нас храмов столько, полной в Екатеринбурге-то. Ну, вон храм, три места дали. А вы выступаете, где там, по литре. Там он говорит, слово Екатеринбург. И там написал кто-то город. Бес. Так? Так. Вот. Владимир Юрьевич рассказывает. И когда принял, сказал, просто сказал. Ну, что вы решаете? Да, референды проведете, да и все. Референды. Да, по большинству голосов, да. Да. И все, они тоже провели сразу. В одну ночь, кажется, день. И 25 процентов, что ли, три. Чтобы не было храма в другом месте. Ну, православное, это так. И все. И наутро уже технику примнали. Вагончики вывозят. А народ стоит, смотрит и Бога благодарят. А меня спрашивают так. Вот на этом не надо оканчивать. Смуту затеял митрополит. Без него еще бы не было. Митрополит должен. Там его как? Кирилл зовут вроде. Кирилл. Должен выйти к народу. Просить прощения на коленях. Снять с себя все ордена и регалии. И сказать, я слагаю себя сам и ухожу в затвор. И дать ему квартиру, чтобы он каждый день видел, где хотел строить храм. Всю жизнь, что он вспоминал. А не было украинский майдан, мы строили здесь. Вот что нужно было. А тех, которых посадили, то, что там они там ломали, то другое. Их всех освободить. И сколько сидели в тройном размере. Заплатили за каждый день. И отправили в лучший санаторий за счет Петрополия. Чтобы вместе споддыхали. Вот только так, чтобы все понимали. Патриотические чувства в народе поощряются, а они гнобятся. Но они меня почему-то не послушали. У вас же недостоверная информация. Вы знаете, что это задевали там проамериканские специально, чтобы лобку раскачивать. Поэтому украинства, я думаю, немножко другое. Я не знаю, если вы не сказали, нигде нет. Ну, не знаю. Вы не знаете, просто... Поощрял. Они выше в водительство, давай. Посылают людей, что там делают. Попы стоят. Я согласен, что они прав. Путин развалит. Он до конца стоял. И попятился. Я не знаю, его перевели куда-то, нет? Кирилла Митрополита? Да. Нет. Он даже никуда не перевел. Это полумера. Должно это быть наказано перед всем миром. Сурово. По всей правде. Его не посадили бы ничего. И от поощрённых тех, которых посадили. Вот это по государству было бы. Люди бы знали, что государство ценит героев. Моё мнение я высказал. В предыдущий время будут переписывать от Вики. Ну, доля правда. Я сейчас прошёл. Так. Вопрос по книжечкам. Давай, Баралан. Первый доклад делай. А тут всё вместе? А, это? Да, отдаю. О, да. Спасибо.